Всемирный день блондинок возник в 2001 году, как ответ на дискриминацию и стереотипы в обществе о низком интеллекте и легкомысленности светловолосых женщин. Чтобы развеять мифы, блондинки организовали свой праздник 31 мая. Мы спросили у самарцев, как они относятся к стереотипам о белокурых девушках. Возможно, люди связывают белый цвет с какой-то легкомысленностью, ну или просто легкостью, потому что белый цвет легкий, светлый. Возможно, поэтому. Это считает тот, который сам глупый. Ну, это я так думаю. Я думаю, что блондинка ничем не отличается, в принципе, своей макью от брюнетки. Поэтому это просто стереотипы какие-то выработаны непонятно кем. В целом, я говорю, блондинки очень умные, хорошие, самые лучшие. Я не знаю, мне кажется... Почему? Может быть, они сами глупые. Может быть, они сами действительно глупые. Может, проще найти кого-нибудь, какого-нибудь козла отпущения и все беды сбрасывать на них. Вот. Блондинки глупые, а не я. Ты думаешь, нет? Иногда бывает. Это совпадение чисто. Это глупые так считают. Мы так не считаем, да, их? Они тоже блондинки. Это какое-то старое глупое клише. Когда была сделана краска для волос, это все было сделано в Америке. Я читала об этом для интереса. Вот. И поэтому это было сделано, мне кажется, как... Ну, как... Ну, специально, да, для этого. Это как бы вот... Как-то там здесь блондинка, потому что они блондинки. Но это были крашеные блондинки. День блондинок отмечают девушки как с натуральным, так и с окрашенным цветом волос. Около 80% женщин, имеющих свой натуральный темный цвет, отдают предпочтение светлым тонам. Например, Елизавета Гарина тоже поменяла свой цвет и перешла на светлую сторону. Мне нравится, когда светлые волосы около лица. Это придает такой какой-то свежести, особенно когда загорелая кожа в сочетании с блондом. Это вообще очень классно. Плюс еще придает молодости и такого свежего вида. Яркость. Первый краситель для создания блонда был создан в 1907 году. В его состав входили медь, железо, сульфат натрия и масла. С тех пор состав красителей постоянно совершенствуется. Каждый год палитра тонов увеличивается. Сейчас очень актуальны эффект седых волос. Холодные оттенки, пепел. Если, допустим, раньше боялись и хотели больше, модно было больше натуральности, сейчас, в 1924 году, хочется больше эффектности, яркости. То есть, если это беш, он должен быть красивый, теплый, но при этом с нотками какого-то там слоновой кости. Если это холодный, то он может быть даже серый холодный. То есть, в этом году, то есть тренд этого года, как раз они боятся, грубо говоря, рисковать и делать то, что хочешь. Для поддержания цвета волос после окрашивания рекомендуется правильно подобранный уход. С подготовленными волосами намного легче ухаживать, намного легче носить этот блонд, чтобы он был красивым, здоровым и, естественно, блестящим. Обязательно после окрашивания первые три недели блондинка должна мыть голову шампунями, масками для окрашенных волос. Потому что пигменты, процесс еще идет в волосах, то есть, как бы, сам процесс, он заканчивается уже примерно через три недели. Также после осветления волос в первые месяцы необходимо отказаться от любого температурного воздействия фена и утюжка. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. Продолжение следует...